Конференц-зал Всемирного банка в Вашингтоне назван в честь Алмау Розалиновой. Она стала первой соотечественницей, которая буквально покорила главный международный финансовый центр и сделала его успешным. О ее истории мало знают в нашей стране, но больше говорят в Америке, Великобритании, Индии, Сингапуре и Японии. Кто она Алмау Розалиновой и почему, произнося ее имя, все начинают улыбаться. Наш собственный корреспондент в США Майра Абдрахманова передает из Вашингтона. Штаб-квартира группы Всемирного банка в Вашингтоне закрытая для прессы учреждения. А попасть в ключевые управления этого крупнейшего источника финансовой и технической помощи до развивающихся стран практически невозможно. Здесь высоко ценят заслуги нашей соотечественницы Алмы у Розалиновой, которая внесла огромный вклад в развитие банка. Поэтому сотрудники этого финансового центра на время оставили важные проекты, погрузившись в воспоминания о коллеге из Казахстана. Я была знакома с Алмой на протяжении 20 лет. Все эти годы мы работали вместе над различными проектами. Мы были не просто коллегами, а по-настоящими близкими друзьями. Часто случалось так, что мы задерживались на работе и оставались последними в офисе. Тогда мы обычно сидели друг напротив друга и беседовали о философии, политике и экономике. Она всегда была очень глубока в своих рассуждениях. Выпускница Московского государственного университета и Массачусетского технологического института была незаменимым сотрудником Всемирного банка. Ей поручали самые ответственные проекты. Наша соотечественница блистала прекрасными знаниями и эрудицией. Но судьба распорядилась иначе. 22 декабря 2015 года после тяжелой болезни у Розалинова Алмак Абдуловна умерла в больнице Вашингтона. Мы до сих пор чувствуем ее присутствие. Поэтому было решено назвать конференц-зал в ее честь, в надежде, что наследие ее работы, ее искусство быть собой поможет нам в дальнейшей работе. Она была первой молодой казахской леди, которая получила степень доктора наук в MIT. Также она была первой казашкой, которую приняли во Всемирный банк в качестве молодого профессионала. Очень много лет она упорно работала над процессами синдикации и исламским финансированием. Я также была коллегой Алмы на протяжении более 8 лет, с тех пор, как я присоединилась к департаменту по синдикации. Все знают ее как блестящего профессионала, но для меня также имеет большое значение ее влияние на меня. Мое глубокое уважение к ней благодаря личным контактам и частным общениям с ней. Я проработала с Алмой более 12 лет. Она по-прежнему является частью нашей большой семьи. Она была превосходным профессионалом, также и большим другом каждого из нас. Нам очень ее не хватает. Коллеги Алмы у Розалиновой отмечают ее удивительную скромность, доброту и милосердие. Она полностью посвящала себя работе даже во время болезни. Она вообще была в своей области незаменима. Очень незаменима. Я вообще помню даже, что у нее был такой талант к цифрам, к финансам. Она даже после операции была в черном состоянии и просила формулы решать математические. Ей переносили формулы математические, она просто решала. Для нее это было как релаксэйшн, как расслабление. Она отвлекалась этим. То есть она была очень великальная человек, удивительная специалист в своем деле. В общении всегда была проста. Вы никогда бы не догадались о ее статусе, о количестве ее ученых степеней, о тех вершинах, которые она покорила. Ей были свойственны человечность и подлинная доброта. Она могла бы работать на Уолл-стрит и вообще где угодно, но она выбрала путь борьбы с бедностью и нищетой. Коллеги называют Алму первооткрывателем. Она первой решалась выстраивать взаимоотношения с банками, реализовать сложные проекты в развивающихся странах. Янг Джин рассказала о ее необыкновенной любви к родине и своим землякам, казахстанцам. Сегодня в аудитории имени Алмы Урозалиновой, расположенной в штаб-квартире Всемирного банка, принимаются важные решения по поддержке нуждающихся стран. А это означает, что миссия нашей соотечественницы продолжается. Майрат Драхманова, Ренат Садыров, Хабар-24, Вашингтон, США.